Всем привет! Меня зовут Ева Бьюти, и я рада видеть вас на своем канале, который я уже с уверенностью могу назвать Jewelry канал, потому что я очень люблю ювелирку и люблю залезать в самые дебри ювелирки. И представляете, все практически все с особым таким скептицизмом и недоверием относятся к фианитам, как-то пренебрежительно смотрят на блески, исходящие от него, а вот я не так отношусь к фианиту. А почему, вы узнаете в этом видео, ведь за открытием фианита, за его историей, созданием, даже за его синтезом стоят такие интересные открытия. Это невероятный камень на самом деле, и представляете, у фианита даже есть природный аналог, который открыли позже. И еще его назвали тажеранит или танжерит. Напишите, может быть вы тоже слышали об этом минерале. Так вот, фианит это не просто какое-то стекло, хрусталь, это не стекляшка, не хрусталь. На самом деле это драгоценный синтетический камень со своим собственным составом и физическими свойствами. Я, когда об этом узнала, я залезла в свою ювелирную шкатулку, откопала много фианитиков, а именно украшений с фианитиками. И по-другому совсем на них взглянула. Особенно ценится, конечно же, фианит, который создан по технологиям СССР. Я не знаю, у меня есть фианиты из России, из Костромы, то есть в ювелирных изделиях от брендов Аквамарин, Соколов. Может быть там используется вот именно этот фианит по советским технологиям созданный. Также у меня есть фианит из Китая, который называется кубический цирконий. Ну, как только не называют этот фианит и придают ему классы, но камень невероятный. Я призываю всех, кто вот до сих пор к нему как-то относится не очень. Может быть, благодаря вот этому видео вы откройте глаза, полюбите и будете с удовольствием и воодушевлением надевать свои украшения с фианитами. Ведь фианиты его не только вставляют в серебро, в золото, то есть не только в серебро, но и в золото. Ведь это невероятной красоты камень, есть камень, где даже вот блеск идет из глубины, как у бриллиантов. Ведь ученые хотели создать именно камень, похожий по свойствам на бриллианты. Поэтому кому интересно, кто хочет узнать много нового, хочет узнать загадки открытия фианита, а также загадку его состава, пожалуйста, давайте пороемся в моих украшениях с фианитами и на фоне их я вам поведаю эти загадки, раскрою и приведу доказательства, почему я так люблю этот камень и почему этот камень, именно фианит, называется именно синтетически драгоценный камень, а не стекло и не хрусталь. Давайте разгадаем тайну фианита вместе. Поверьте, этот камень не так прост, как кажется. Вот такая вот у меня коллекция фианитов, а именно украшения с фианитами. Я их все очень люблю, а когда узнала подробности открытия этого камня, полюбила еще больше. Итак, исследования свойств лазера начались ведущими мировыми странами еще где-то в начале 60-х годов 20-го века. Аналогичными работами занимались и в Советском Союзе. Секретные НИИ, то есть научно-исследовательские институты, получили заказ от Министерства обороны относительно разработки похожего устройства, использование которого в армии имело ощутимые перспективы, начиная со средств связей и заканчивая созданием высокоточного смертоносного оружия. Основной проблемой в создании качественной лазерной установки стала ее огромная стоимость, так как основным ее элементом являлся кристалл, который не имел бы дефектов. На его роль идеально подходил алмаз, но стоимость данного камня исчислялась десятками миллионов долларов, а найти камни необходимого размера было крайне трудно. Вот такая вот роскошь в прогрессе военных технологий. Ну и что же, как же решали эту проблему? В то время как ученые физического института Академии наук пытались решить возникшую проблему в Забайкале геологической экспедиции, было обнаружено месторождение одного минерала, который имел схожие свойства с алмазом. Данный минерал был назван тажеранит и состоял из диоксида циркония, титана и кальция. Данный минерал из-за своего мелкого размера не подошел к использованию. Его кристаллы были не более полтора-двух миллиметров. Однако его ценность заключалась в том, что он был первым минералом неуглеродного типа, обладающий схожими свойствами с алмазом. То есть его формула другая. В институте данная проблема была решена по-другому. Технологии тех времен позволили в условиях лаборатории провести синтез диоксид циркония без существенных затрат. Отметим, что в лабораторных условиях не представлялось возможных синтезировать алмаз. Поэтому спустя какое-то время ученые создали синтетический танжерит, который был высочайшего качества. И в честь института он получил название фианит. Именно фианит. Кристаллы, которые были получены в результате синтеза, имели высокие свойства. И по своим характеристикам были близки к столь необходимым тогда алмазам. Во время проведенных испытаний стало понятно, что свойств фианита не хватит для создания пучка направленного света той мощности, которая была необходима. В ходе всех экспериментов стоимость создания синтетических алмазов была снижена при условии увеличения качества произведенных кристаллов. Фианит был убран из программы обороны и для промышленных нужд он тоже не сгодился. Из-за того, что имел твердость ниже, чем синтетические и натуральные алмазы. А вот для ювелирного дела он подошел идеально, так как его было несложно обрабатывать и создавать с ним очень красивые ювелирные изделия. Вот, как видите, у меня их много. Таким вот образом производство золотых ювелирных изделий, колец получило новый драгоценный камень, который на сегодняшний день пользуется огромной популярностью. Мне кажется, этот камушек можно увидеть у каждой девочки, девушки, женщины. И иногда можно попутать по внешнему виду с бриллиантом. Чего стоит вот этот вот фианит? Просто вот он даже в коробке шикарно смотрится. Еще недавно я узнала, что по определению фианит, то есть название образует аббревиатура ФИАН, физический институт Академии наук СССР. Именно там ученым удалось получить модификацию оксида циркония и гафния, оказывается. Я раньше всегда думала, что фианит это оксид циркония, но нет. Вот нашла на одном ювелирном канале, что это оксид циркония и гафния. То есть синтезированный камень высокого качества, который может иметь различные цвета. А внешний фианит наиболее близок к бриллианту. Ну и вот у меня есть колечко, где, кстати, как всегда вводят в заблуждение, пишут, что это цирконы. Но это фианиты. И здесь можно наблюдать очень много оттенков фианита. Это и желтый, и вот такой вот нежно-голубой, и прозрачный, и вот такой вот цвет какой-то такой синий-серый или глубокий-голубой. Вот такие вот могут быть красивые фианиты. Это у меня изделие итальянское от бренда Genesee. И любые могут быть, и черные, и прозрачные, красивые. И у меня есть красные фианиты. Также вот такие вот желтые фианиты. То есть благодаря тому, что когда-то был такой вот заказ, мир получил такой интересный синтетический драгоценный камень под названием фианит. И теперь хочу обратить внимание на вот эти вот основные элементы цирконий и гафний. У меня есть такая книга, и здесь подробно написано про цирконий как элемент. Очень интересные здесь данные. Кратко, подробно, все, что надо знать про цирконий. То есть он относится к четвертой группе, пятому периоду. Достаточно. Вот соединение циркония и характеристики. То есть известно около 40 минералов, содержащих соединение циркония, токсиды и соли. Но самый распространенный из них это вот этот вот циркон, который иногда пишут на бирках, где на самом деле фианит, как вот с этим кольцом у меня вышло. Или еще ортосилика циркония. Иногда цирконом ошибочно называют фианит диоксид циркония, искусственный материал, имитирующий алмаз. Цирконий пластичен и не подвержен коррозии. Даже здесь, вот в этой книге, моей любимой, о химических элементах, отмечен тот факт, что фианита ошибочно называют цирконом. Так вот, цирконий назвали вообще в честь минерала циркона, который получил свое имя либо от персидского царгун золотистый, либо от арабского царкун киноварь. Вот такие вот сведения. При прокаливании циркон приобретает голубой цвет. Также вот здесь они пометили, вот кристалл именно циркона. И не следует путать, что циркон это ортосиликат циркония с фианитом. Фианит это диоксид циркония. Вот так вот. Вот тут вот ключевое написано, что циркон не равно фианит. Также вот здесь вот сфотографирован эфдиолит. То есть циркат натрия, кальция и циркония встречаются на Кольском полуострове, где раньше его называли лопарская кровь по старому наименованию народа саамов. Также здесь вот отмечено, где применяется именно вот этот вот цирконий и его сплавы, что это многофункциональный металл. Вот металлический цирконий, прям нарисован, я зафокусирую именно на нем. Цирконий находится в одной группе с титаном и похож на него. И вот очень интересные сведения, что цирконий, он применяется, где именно в состав зубных имплантов часто включают диоксид циркония. Вот этот наш фианитик, его устанавливают, то есть он входит в состав зубных имплантов и вот установка зубного импланта. Я никогда об этом не знала, хотя являюсь обладательницей одного зубного импланта. И вот здесь вот тоже ключевые сведения написаны, хочу обратить внимание вот на этот момент, что фианит это синтетическая драгоценность. Можно даже это сказать гимн этого видео. Фианит, состоящий из диоксида циркония, вот такая вот формула, с некоторыми добавками был синтезирован в фиане, в физическом институте Академии наук, от которого он и получил свое название. Фианит похож на бриллиант, его тоже используют в ювелирных украшениях, но главное его предназначение линзы, оптических приборов и насадки для хирургических инструментов. То есть не только для украшений, вот такой вот ценный камень. Фианит всегда содержит оксид марганца, кальций и итрий, это нужно для сохранения его структуры. И вот цвет фианита зависит от примесей различных металлов, хрома, титана, необия, эрбия, неодима. Вот такие вот металлы добавляют, можно тоже найти их в таблице Мендереева, но я уже не буду, мы говорим сегодня о фианите. И вот серебряные серьги с фианитами, также вот здесь вот интересный факт, что из циркония делают оболочки твэлов, то есть тепловыделяющих элементов ядерных реакторов, содержащих ядерное топливо, даже так. Вот я рассказала вам об одном элементе, который входит в состав фианита, то есть не путать фианит и циркон. Фианит это диоксид цирконии. И вот новое для себя открыло, это я везде встречала, что это диоксид циркония, что это еще и оксид гафния. Давайте посмотрим тоже на этот интересный элемент, потому что я вот ни разу не встречала только в одном источнике, что он входит в состав фианита. То есть повторю, что фианит считается модификацией оксида цирконии гафнии, и вот он гафний, он относится уже к четвертой группе и шестому периоду периодической системы. Это переходный металл, тяжелый, тугоплавкий, серебристо-серого цвета. И вот здесь подробно про него написано, что такое вообще вот этот оксид гафния. Его используют для производства приборов ночного видения и другой оптики тепловизоров. И покрывает поверхность зеркал. Соединения гафния с углеродом и бором тоже очень прочны. И очень интересный вот этот вот элемент. Я не знала, что он входит в состав фианита. Или входил. Устойчив к кислотам, как стекло, не смачивается водой, как цирконий, и с которым находится в одной группе. Вот поэтому, наверное, ученые и модифицировали именно оксид циркония и гафния для создания вот этого фианита. И вообще элемент получил свое имя в честь Копенгагена, латинское название которого вот гафния. Вот такой вот интересный факт я нашла, потому что я всегда думала, что фианит это вот прям оксид только циркония. Оказывается, нет. Они синтезировали оксид циркония и вот этого гафния. Поэтому вот я смотрю на свой фианит и вижу, что фианит не так прост. Он обладает рядом свойств, сходных с бриллиантами. Он нашел свое применение не только в ювелирной области, но и в оптике, радиотехнике и медицине, как вы могли увидеть. Надеюсь, я наглядно доказала вам, почему я так люблю фианит и почему его можно назвать синтетическим аналогом танжерита, минерала. Это не просто так синтетика, а синтетика, которая разрабатывалась для военных технологий. Поэтому я теперь с таким воодушевлением ношу фианиты. Я больше зауважала свои украшения с фианитами. И теперь я даже покупаю не только серебро с самответами, с натуральными камнями. Я также очень люблю украшения и с фианитами, и с крашенными фианитами. Они чудесны, они красиво переливаются, у них прекрасная история, у них интересный состав, необычный. Поэтому напишите, как вы относитесь к фианитам, знали ли вы вот эти вот загадки, доказательства и мои находки со статей. Напишите, может быть, я чего-то не знаю, какие-то еще интересные подробности создания фианита. Все это очень увлекательно, забавно. И вообще, чем больше я узнаю о камнях, не только природных, а даже о синтетических. Ведь за созданием искусственных синтетических камней стоит такая история, такие открытия. И благодаря тому, что и создаются синтетические камни, даже открываются новые минералы для меня, для вас, для гемологов, для геологов. Это очень интересно. Надеюсь, я вам предоставила полезную, интересную информацию. Поставьте класс, нажмите на колокольчик, а также я очень буду рада, если вы подпишетесь на мой канал. Встретимся в комментариях. Всем желаю здоровья, красоты, новых приятных открытиях. А мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока!